я готовил вкуснейшее вепривоколено я жопу тебя здравствуйте друзья приветствуем вас на канале фарнакс фил мы сейчас находимся в одном из самых старых магазинов в сети фарнакс это легендарный магазин на улице большевистская 73 городе новосибирск здесь представлено огромное количество продукции в том числе и для приготовления вкусной еды на природе вот буквально вчера мой соведущий алексей с которым вы уже тоже хорошо знакомы готовил что-то очень вкусное в тандыре и зная об этом я попросил его для вас зрителей канала фарнакс фильм провести экскурсию по аксессуарам для тандыров как можно существенно расширить функционал этого в принципе нехитрого устройства для того чтобы готовить ну просто невероятные блюда привет алексей креста начнем вот прям с того что называется must have вот на твой взгляд что необходимо в первую очередь для тандыра само собой это подставку это и удобство и в целом это долговечность тандыра потому что если вы перегреете вы перетопить его может у вас выйти из строя может дно у него лопнуть от перегрева а раз уж заговорили про подставку то есть это не то устройство которое поможет в приготовлении но это та штука которая в принципе поможет сохранить тандыр в рабочем состоянии довольно но он приподнят от земли это удобно вычищать золу если посмотреть на тандыр со стороны видно что зольное отверстие у нее находится снизу в отверстие поддувала и выгребая золу выгребать будете его прямо на на пол либо на землю либо на бетон и потом это все неудобно собирать соответственно лучше чтобы он был приподнят и можно было подставить ящик зольника он сделан специально со скосом чтобы вы могли его как можно ближе к тандыру пододвинуть выгрызти в него кочергой всю золу убрать и все безопасно дальше готовить но чувствуется боль человека который пользуется тандыром без ящика зольника и без подставки я так понимаю а он нет не с подставкой подставкой но действительно давайте по поводу подставки еще дополню если дождливая погода и тандыр у вас стоит просто на полу на земле либо там на тротуарной плитке то даже если он сверху накрыт чем-то и сам не намокает но неизбежно у вас намокнет пользоваться тандыром который пропитан влагой ни в коем случае нельзя нужно дождаться его полного высыхания а если он стоит на подставке с большой долей вероятности он у вас останется сухой и можно будет пользоваться после дождя если даже вокруг все это будет тем более зима у нас все-таки снежная в том числе и снег может и внутрь надуть может произойти таяние снега а ночью заморозки вода попала шая внутрь при заморозках все этот тандыр очень быстро угробит ну то есть мы начали не с еды а с функционала и сейчас мы как раз заговорили о тех аксессуар которые помогут сохранить его здесь наверное имеющую виду чехол чехол в том числе и вещь удобная он уже подшиты четко под размер с утягивающей резиночкой его ветром не сдувает так но про аксессуары которые нужны для того чтобы сохранить тандыр или принципе удобнее им пользоваться мы уже поговорили ничего наверно до подставка чехол такой лоток для сбора золы весна на улице самое время готовить вкус давай на продолжим до по готовке если вы уже вкусили мясо шампуров вам уже все понятно у вас это сделано уже несколько раз вам все понравилось и захотелось что-то обновить я думаю что самым следующим шагом это будет купить конечно же этажерку подходящую по вашему тандыру само собой по диаметру горла по длине чтобы она не упиралась не уходила слишком глубоко до дна вы можете не приготовить по-хорошему все то что нельзя одеть наш ампур соответственно это хоть и куриные крылышки которые могут свалиться куриные ножки рыба стейками рыбы не стейками овощи все что душе угодно пожалуйста укладываем и загружаем то есть даже булочки даже пироги даже какие-то там чтобы делать булочки и пироги нам еще нужны керамические блины соответственно иначе он у вас прилипнет и либо вообще не будет очень плохо вот этот керамический камень камень он не идет в комплекте с решеткой но его можно купить отдельно патручно да и можно его установить на разном уровне то есть как в обычной духовке пониже серединке либо наверху и в зависимости от этого кстати будет меняться еще и жар ну понятно что от на тандыра там идет более серьезный жар потому что там еще есть части звучения от самого дна которая тоже довольно толстая ну и туда понимать что каком ярусе если вы делаете небольшие даже там где-то лепешки или небольшую там какую-то самсу или что-то пирожки маленькие можно конечно все три зарядить они у вас все хорошо пропекутся загружаете сначала этажерку миссис камнем нагреваете его до такой не сильно там уж высокой температуры чтобы он был просто не холодный и на него же выкладываете тесто там чем угодно камень это шамотная глина сама решетка изготовлена из нержавеющей стали у нас все пищевое все чисто все никогда там у вас ничто не испортится если вовремя достать я не пользовался решеткой не пользовался камнем а вот пользовался вот этой чудесной штукой называется ёлочка у меня была маленькая маленькая это для каких тандыров для в принципе всех начиная от горла 31 сантиметр 31 сантиметр это самые большие там да это скиф это атаман это аладдин в один менее там до страха на и многие это для на самом деле очень большой компании загружаете внутрь соответственно овощи желательно но естественно сначала они должны быть маленько отварены до полуготовности сверху загружаете мясо возможно с элементами грибов лука чтобы было больше жидкости соответственно все будет готовиться пропитываться этим всем слов соком да 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 и будет это общее блюдо готовы и так как вы вывешивается на солнышко есть два варианта солнышке не получится потому что в больших тандырах у солнышко идет по центру круга не получится повесить есть специальный на самом деле подвес это такой кованый с центре он прогнуть чтобы у вас ничего никуда не упал и было легко взять не не жарко если не можем найти подвес если уроди с 1 шампур достаточно длинный в принципе то хватит родной длины если вы загрузили очень много картошки шампур прогибается кочерга так и крюк ну крюк мы уже знаем крюк на крюке я готовил вкуснейшие я прямо колено у меня получилось ну и готовлю курицу я сжег гуся двухкилограммового хорошего гуся но внутри был хорош но снова подгорел потому что я не выждал время опыт нужно мало пользуюсь а мне очень понравилось готовить в тандыре рыбу кстати у нас на канале есть ролик как раз о том как тандыр перезимовал как мы его доставали из-под снега и тут же на нем готовили рыбу но готовил я на надев надевал ее на шампур рыбу несколько рыбешек мучился в общем да все придумано за нас расскажи суть в чем если вы рыбак и или просто хотите чтобы это было эстетически красиво не просто какая-то рыба как-то полезно приготовлен дарись это вкусно рыбут можно приготовить целиком чтобы она была не нарезана не на куски не на дольки решетка гриль открываете закладывать рыбу такой же есть крюк подвешиваете вас готовится рыбы целиком и что хорошо она готовится вертикально а так как с рыбы текет довольно много сока у вас этот сок остается на ней она остается более такая пропитанная влажная чем когда она горизонтально на самом деле есть такой момент то есть даже их несколько штук но мне кажется можно пару проблем она подходит только начиная от и соула и были и больше ну то есть для мелких ребён рыбешек можно воспользоваться вот моим лайфхаком когда ее протыкаешь тогда затем обворачиваешь а вот для большой рыбы как которая на шампур точно не наденется можно использовать вот такие вот устройства просто большая рыба тяжелая но можно просто свалиться 0 мягко и очень сложно удержать вы готовили вкусные лепешки в тандыре да было дело я опять же без специального инструмента да и признаюсь сэкономил вот соответственно для этого есть специальная варежка длинная которая закрывает руку вам по локоть даже выше с этой варежкой в комплекте две подушки с такой ватой дважды прошиты чтобы ничего тут нигде не порвало я кстати такие подушки видео на востоке в одной из среднеазиатских республик когда как раз лепешки делали в тандыре и женщина таким мощным движением руки их надевала задача выкладывала да на подушечку да и прижимала задача просто надо приложить как можно более по всей поверхности лепешку за очень маленькое время рукой это сделать но больно ну да вот с помощью вот этой варежки можно вообще смело не бояться даже в самый большой тандыр залазить и вот там надо это ненадолго поэтому ну а этого ненадолго хватает чтобы волосы уже у вас закончились поэтому лучше использовать инструмент он везде узконаправленные везде он хорошо придуманный уже но амфры тоже есть в ассортименте варежки но это они защитные для да почему опять же тоже это жирка допустим взять ее в руку и с нее снимать мясо она горячая хоть она как ни крути ты держать ее одной рукой не получается и крышка горячие и тоже голыми руками не возьмешь если вы уже хорошо подождали там 20 минут на горячем тандыре крышка вы не возьмете для этого и специальные варежки у кого на варежка хватка она действительно будет очень удобно я столкнулся с проблемой горячего крюка когда обычными перчатками хозяйственным пытался разрастать да очень очень неприятное ощущение а вот это действительно очень ну и симпатичная такая смотря в целом опять же да какая цель что будете готовить для начала на вам особо может быть и не пригодится как только вы купили себе решетку для рыбы или крюк или что-то что нужно держать чтобы снять блюдо готовые из него тут уже обычной перчаткой не обойтись то и шампур и вы достали как его можно обычной перчаткой не так уж он и горячий то здесь это уже будет проблемой у амфоры есть еще не только металлические аксессуары но еще что-то из керамики по керамике самая наверное хорошая штука это курница курница создана для того чтобы естественно мне одеть курицу в том числе положить внутрь овощи картошку и благодаря тому что есть это вот пункт пустота в виде трубки у вас пропекает курица одновременно по времени снаружи и внутри и тем самым готовится все за одно время равномерно нравится и овощи дома курица который надевается сверху до соответственно есть на что для этой курницы вам необходимо это жирка отдельно специально мясная суть в чем это это жирка у вас ограничено по высоте между ярусами и само собой курицы вертикально не встанет а вот этот горшочек это для каши также есть чугунок с ухватом до соответственно вам сюда необходимо сделать деревянную ручку какая вам больше нравится по высоте и вы можете готовить каши кто-то даже готовит какие-то супы легкого такого плана именно на углях чугунок двухлитровый в целом как бы это тоже не так уж и мало вода 2 литра можно покушать да и в принципе в большом тандыре жара тоже должно хватить для того чтобы в течение часа он там на милую смело да давай резюмируем вот из всех устройств которые вот прям нужно со временем докупить к тандыру вот лучше всего это сделать то что нужно 3 до топ-3 топ-3 само собой это этажерка потому что она открывает границы готовности вообще любые это ли может сделать любой человек без всяких навыков что угодно замариновали нарезали кинули все будет вкусно в любом случае много такого что нельзя уложить не на этажерку не на елочку целиком курочку небольшую пропечь ногу как вот поэтому крюк и даже номер два елочка это номер три потому как постоянно допустим приготовить мясо и идти отдельно еще варить картошку на кухню не всегда удобно сюда хочется здесь если вы даже сделали немного и она пропеклась все замечательно и картошка готова в общем ассортимент амфоры ассортимент аксессуаров он дает просто безграничные возможности для людей которые хотят получать от тандыра новые ощущения изысканных это новичков да очень часто к нам магазины обращаются люди которые покупают аксессуары в подарок тем у кого есть уже тандыр но это шикарный подарок он всегда в тему весь ассортимент которые есть даже у нас в магазине он существенно расширяет возможности такого простого простого устройства так что бегом в магазины фарнакс лето у вас впереди несколько месяцев для того чтобы хоть каждый день радовать себя радовать свою семью своих друзей необычными блюдами приготовленными на тандыре алексей спасибо тебе большое за подробнейший рассказ всегда пожалуйста успехов вам и вашему магазину ну а мы с вами прощаемся друзья до новых вкусных встреч счастлива всего доброго